Здравствуйте, зрители нашего канала! С вами снова Хитсад ТВ. Сегодня тема нашего беседы 10 основных ошибок при поливе растений. Вот казалось бы, ну что тут сложного? Но тем не менее, вот неправильный полив может просто убить напрочь все наши труды. Как избежать этого? Я и решила подсветить этому свой видеообзор сегодня. Итак, первая ошибка. Полив в жару. Вот очень часто, особенно начинающие садоводы, приехали на свой дачный участок, видят растение повисло, ему не хватает воды, жарко, хватают тут же лейку, шланг, начинают поливать. Вот здесь-то кроется очень большая ошибка. Дело в том, что вот именно полив растений в жару, в полдень, возможен только тогда, когда растения растут в абсолютно глухой тени. Там, где нет солнца, где не попадает солнышко. Вот там еще можно. Но если растение находится в полутень, особенно если на солнце, вот таким поливом вы можете просто убить растение. В растении появляются дырки. То есть вот капельки воды, которые попадают на листья, они как линзы. Начинают просто прожигать растение. Образуется фактически ворота для инфекции. Поэтому вот ни в коем случае, никогда не нужно поливать растение в жару. Как бы вы ни старались, вы все равно попадете на листья. Вторая очень распространенная ошибка. Полив ледяной водой. Ледяная вода для растений это просто настоящий шок. Особенно если у вас скважина, вы включаете сразу подкачку из скважины и подключаете к поливу. Вот здесь тоже очень большая ошибка. Этого делать ни в коем случае нельзя. Если еще кустарники, деревья, те, которые, грубо сказать, толстокожие, на это реагируют как-то не очень откровенно, то овощные культуры, для них это настолько стрессовая ситуация, они даже могут листочки свернуть, как от мороза. Это тоже для них ожог получается. То есть ни в коем случае никогда не поливаем холодной водой, особенно из скважины. Дело в том, что эту проблему решить очень просто. Достаточно установить баки повыше над землей, ну буквально метр, покрасить их в черный цвет, и в общем-то за день вода у вас прогреется, она будет теплой. Поливать нужно, чтобы руке было комфортно. Конечно, не надо, чтобы вода становилась горячей, но вода должна быть приятная на ощупь. Вот такой водой мы должны поливать все растения. А теплолюбивые, даже температура воды должна быть выше 25 градусов. Это такие, как помидоры, баклажаны, огурцы, перцы. Они, конечно, требовательны к температуре воды. Я еще бы вам даже рекомендовала, если есть такая возможность, забирать дождевую воду. Это вообще прекрасно. Дело в том, что дождевая вода, аэрированная, она настолько полезна для растений и, в общем-то, бесплатная. Поэтому вот на этот момент тоже обратите внимание. Третья распространенная ошибка. Полив из шланга прямо-таки непосредственно к центру растений. То есть вот прямо-таки под корень. Вот этого тоже делать нельзя. Поливать растение из шланга мощной струей ни в коем случае недопустимо. Дело в том, что тоже вот я часто это слышу. Ну так побыстрее вода нальется, и быстрее растение напьется водой. Нет, этого не произойдет. Дело в том, что растение, когда вы поливаете из шланга мощной струей, оно просто размывает корневую систему. А если потом вы еще не закрыли эту корневую систему, то для растений это вообще просто самый большой шок. То есть корневая система находится на открытом воздухе, высыхает, пересыхает, и растение вообще можно потерять. Поэтому ни в коем случае мы не поливаем растение из шланга под корень. Если уже у вас очень нужно поливать именно из шланга, то лучше, конечно, сделать это так, чтобы растение получало влагу, скажем так, самотеком. То есть без напора. Вода должна быть естественным путем стекать, подходить к растению. И если у вас есть такая возможность, то лучше, конечно, сделать распылитель, чтобы он рассеял струю воды, то есть сделать ее мелкими капельками. Это, во всяком случае, щадящий полив, такое растение, в общем-то, подходит. Но ни в коем случае не прямой и сильной струей из шланга. Четвертая ошибка. Несвоевременный полив по листве. Особенно хвойные растения. Вот если, особенно бывает этот период времени, когда май, конец мая, июнь, когда ночи еще очень прохладные, днем жарко, вы приехали на свой дачный участок и полили растение именно по листве в вечерний промежуток времени. То есть вечером, когда температура, я как уже сказала, ночные температуры достаточно низкие. Смотрите, что получается. То есть на хвое остается вода, она достаточно медленно будет испаряться, так как ночи прохладные. Соответственно, вероятность того, что растение заболеет грибковыми заболеваниями, получается очень высока. Поэтому вот в этот период времени, когда вы точно знаете, и, кстати, вот этот период тоже наступает где-то еще в конце августа-сентября, вот здесь тоже лучше вот эти моменты учесть и не делать. То есть я понимаю, когда это жара, когда растение действительно не хватает влаги, и именно вот по листьям, это прекрасно. Поэтому вот эту процедуру, если это даже май, июнь, лучше делать утром. И утром делать пораньше, где-то часов до активного солнца. То есть 5-6 часов, особенно вы, если приезжаете на свой дачный участок. Я уже даже вижу ваши улыбки, вы сейчас скажете, мы приехали отдохнуть, а тут вы мне предлагаете в 5 утра встать и полить. Ну вот это, наверное, оптимальное время для полива по листве. Лучше, конечно, не делать это в вечерний промежуток времени. Вот не сбрасывайте это со счетов, как я уже сказала. Именно ночные температуры могут, низкие ночные температуры могут спровоцировать грибковые заболевания. Далее, полив подкорки. Подкорки, то есть вот это тоже очень-очень-очень распространенная ошибка, когда вы полили, не замульчировали, образовалась толстая корка. Вы приезжаете на свой дачный участок или загородный дом, видите, растение страдает и начинаете поливать вот по этой корке. Делать этого не следует. Обязательно нужно эту корку перед поливом разрыхлить, для того, чтобы влага быстро проникала к корням, а не растекалась по всей поверхности. То есть вот вы вылили ведро воды или из лейки полили, она будет в большей части растекаться по этой корке, но не как раз вот то, какую цель-то вы преследуете, именно напоить растение. Вот в данном случае вы это не получите, а получите, наоборот, обратный эффект. То есть и растение не напьется, и в то же время вода будет бестолку потрачена. Шестая ошибка. Недобор или перебор воды. Это вот такая ошибка, свойственная людям, которые приезжают раз в неделю на свой дачный участок. Дело в том, что вот как избыточное количество воды нехорошо для растений, то есть это способствует тому, что грибковые заболевания могут, загнивание корней, то есть здесь очень много минусов. Так и недобор воды тоже для растений чревата. Поэтому вот этот момент нужно учесть. Когда вы поливаете растение, помните о том, что растение нужно поливать не часто и немножко, а пусть это будет реже, но глубже. То есть растение, слой земли должен быть промокнуть где-то сантиметров 15-20. Это вот оптимальная глубина, на которой находятся фактически корни, фактически почти всех культурных растений, да и в общем-то и некультурных, и цветов тоже. Вот это оптимальная глубина. Поэтому лучше полить реже, но глубже, чем это будет часто, но понемногу. Если у вас нет такой возможности поливать растение, чтобы вода постепенно поступала к корням, то я советовала вам устраивать капельный полив. Даже вот простое возвышение бочки 100-литровой на буквально метр над землей и подключить шланг с дырочками и разложить под растениями, вода будет постепенно стекать через эти отверстия. И на неделю вот такой бочки хватит для того, чтобы напоить, ну я не скажу, что огромное количество растений, но тем не менее какую-то сторону растений, где у вас растут особенно нуждающие сильно в воде растения, можно вот этим положением и спасти. Седьмая ошибка. Обильный полив с большим перерывом в поступлении. То есть вы полили в выходной, приезжайте на следующий выходной поливать. Вот это тоже не очень хорошо. Дело в том, что когда, вот я часто вижу эту картину, приехали дачники, налили воды, что растения фактически чавкают, квакают лягушки и уезжают. Неделю растения стоят без воды. Дело в том, что буквально вот за один-два дня часть влаги испарится, часть влаги растения уйдет, и в общем-то растения остальную часть времени страдают от засухи. Это тоже очень плохо для растений. Вот эта нерегулярность, обильный и необильный полив. То есть вот когда вы полили, и потом идет период засухи. Для растений это очень плохо. Поэтому вот особенно даже когда наступает плодоношение, когда томаты, перцы наливаются, вот такой вот полив, это вообще может быть губительный. Растение напивается воды, плоды от излишнего количества влаги начинают трескаться. И, соответственно, и вкусовые качества улучшаются, и, конечно же, внешний вид тоже растений портится. Поэтому вот опять вернемся к шестовому пункту, где я предлагала вам сделать капельный полив. Вот здесь в этом случае это палочка-выручалочка. Или по возможности, конечно, старайтесь все-таки вот именно полив делать чаще. Ну, по возможности, конечно. Восьмая ошибка. Полив без мульчирования. Вот мульчирование в данном случае это очень важная часть правильного грамотного полива. Смотрите, вы полили свой сад или цветник обязательно. То есть процесс испарения идет достаточно хорошо, особенно если стоит жара. И вот именно мульча может и сохраняет вот ту самую драгоценную влагу, чтобы растения не страдали от пересушивания корней. Как правило, как я уже сказала, корневая система находится в диапазоне, вот в верхнем слое почвы где-то 10, 15, 25 сантиметров. То есть это вот почти все растения находятся вот в этом земляном слое. Поэтому вот мульчирование способствует тому, чтобы корневая система не перегревалась. И, конечно же, защищает влагу, драгоценную влагу растений. Девятое распространенная ошибка. Внесение удобрения без полива. Вот эту ошибку тоже очень часто я наблюдаю, когда говорят так. Ну, я же вношу органику. То есть я вношу зеленое удобрение. Сброженную траву, то есть наше любимое удобрение. Вносим под растение. Перед этим не пролив почву. Или же вносим золу. И тоже перед этим почву не проливаем. Это вот тоже большая ошибка. Поэтому вот на этот момент обратите внимание. Вносите органику, как я уже сказала, любую. Перед тем, как внести почву, рыхлим, проливаем. И вносим любое удобрение. Закрываем грунтом и снова проливаем. Вот это грамотное внесение удобрения. Полив без соблюдения сроков и норм. Дело в том, что даже если растения... Вот, к примеру, кабачки и огурцы относятся к одному семейству. Но тем не менее, у них разная потребность в воде. Если огурцы влаголюбивые, то вот с кабачками здесь совсем этот номер не пройдет. Поэтому вот обязательно при поливе растений нужно учитывать их индивидуальные потребности в воде. Вот этот пункт тоже нужно не сбрасывать со счетов. Иногда бывает такая ситуация. Мы приехали на огород свой и все поливаем одним махом. Бывает так, что лучше, конечно, воздержаться. Некоторых растений от полива. То есть им лишняя вода будет, вот как для кабачков. Она ведет к тому, что могут загнивать и кончики, и, в общем-то, растение страдает. Поэтому вот этот момент не забывайте, помните о нем. Я постаралась осветить все основные 10 ошибок, которые мы достаточно часто совершаем. Я думаю, что мой видеообзор вам пригодится, особенно для начинающих садоводов. Ну, может быть, даже и опытным садоводам лишний раз напомнить тоже не грех. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех наших новостей. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова